еще не так сейчас простите меня быть перебивает меня сейчас секунду не могу даже послушать потому что сейчас я очень-очень занят я позвоню попозже давайте вот этот момент теперь увидели такую схему сейчас одно из моих открытий которого я сам не ожидал которая сыграла в моей жизни большую роль и должна сыграть большую роль в жизни страны вот мы переходим в жилой район благодаря вот этой схеме вот итак даю объявление в газету вот газета называлась огни саян это объявление где-то в архиве можно найти хотя прошло лет 25-30 вот я начинал не с этого я начинал с того что прочитал книгу называется смерть в вашем доме перестройка появились такие книги раньше мы их не допустили в Российском Союзе а постсоветском Союзе уже допустили книга германского автора там про рамки про то как в Германии в Ферге значит занимаются именно этими зонами в квартирах находят эти зоны расселяют людей меня это так удивило насколько серьезно вот у нас такого нет и нам никогда не будет вот но самое главное что мне надо было я узнал что такое решетка Хартмана что такое гепатогенные зоны вот много чего еще я научился владеть рамками я научился владеть маятником вот это как бы продолжение это как бы уже чека можно более детально и свою квартиру более детально исследовать уже не рамками а маятником например так теперь дай еще секундочку а нет все правильно так и тогда я дал объявление я ходил по этим самым по квартирам я мерил 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 и однажды раздался судьбоносный он для всей страны мог бы быть судьбоносным но для меня он оказался судьбоносный телефон без звонок некая дама царствие небесное она уже много лет в могиле вот работник это самая службы как же она называется архитектурного отдела вот или близко к этому значит сказала хотите я вам да 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 я еще статью напечатал в этой же газете про гепатогенные зоны про рамки и прочее хотите я вам покажу карту гепатогенных зон а а это точно знаю что их не может быть на планете по одной причине вот приборов таких нету а рамками геодезисты не не меряют вот и дайте я еще одно отступление сделаю года два или три назад а я потом вернусь к большой теме пока небольшая два лет назад я тут живу в 10-й район дом 2а города Сайногорска а наискосок расположен так что ЖЭК не ЖЭК как он называется ЖЭК до сих пор не помню куда мы деньги носим исправно вот и тут но рядом расположен дом торцом смотрю стоит молодой парень держит руках рамки и чего-то меряет я разве мог пройти мимо я живу я подхожу к знаете нет ну я тут самый что статьи и тут белоката все где вдруг я вижу своего коллегу что вы здесь делаете ну я так сказать представился все вот и какая у вас профессия он говорит я таберщик а меня попросили я попутно как бы ну называется параллельно или как там вот вторая профессия я занимаюсь еще где рыть это решение для того чтобы эти подземной коммуникации докопаться вот я попросил его телефон он у меня сейчас есть прошел много лет и так и не позвонил вот так бывает зовут его Руслан помилю я запомнил вот и потом я в другие дни ходил я видела раскопать котлован и там торчали водопроводные трубы вот то есть он правильно намерил все верно молодец вот то есть это реальное реальное использование таланта хотя талант громко сказано вот любой человек которого биополе метра больше может владеть рамками запросто другое дело не владеет только потому что не умеет ну вы же помните что это такое вы же помните какой крест поставила на ухо на этом парапсихология вот в радио ложь вот ну короче с тех пор я называю себя городским сумасшедшим и тот Руслан тоже городской сумасшедшим при чем тут рамки это что прибор и вдруг звонок очень важный моей жизни которые называются так приезжайте я вам покажу ну после пяти вечера я вам покажу карту я приехал я взял с собой фотоаппарат еще тот мыльницу еще этих не было вот этих фотоаппаратов я не поверил своим глазам большая карта называется карта геопатогенов зон города Саиногорск я был в шоке я смотрел на нее как будто мне секретную карту будущее этой самой это невероятно и вот она и я видел как она пересекает весь Саиногорск потом я начал делать выводы сейчас одним поделюсь и так карта подробнейшая и значит что приборы есть которыми меряются иначе невозможно ведь это тяжелейшая многомесячная работа это пешком исходить всю площадь будущего города то есть еще в шестидесятые годы карта была и значит и приборы были вот что было дальше я держу фотоаппарат дожать дайте мне дожать вот это отношение именно к секретности меня поразило нельзя ну нельзя значит нельзя и я молчал пару лет назад впервые сказал когда только этот человек умер и мы его похоронили вот только тогда я открыл рот уже некого садить в тюрьму и некого валять с работы представляете вот она карта я тут же уцепился 9 микро район там больше всех пьяниц этих наркоманов больше всего именно там как город строили идет допустим вот она идет полосой там есть связи с подземным я еще заметил часть из этих зон касается то есть это бывшее подземное русло а русло это всегда идет по этим самым ну как называется идет по разломам вы знаете что да разлом там ниже всего там вода-то потечет не снизу вверх а сверху вниз вот и вот они я вижу подземное русло которое потом заилились перешли они же заполняются заполняются елом чем угодно а потом раз переходят в другое место есть такое понятие старец помните слово старец помните вот это бывшая река осталась старец и вот они я смотрю боженьки ты мой а город строили-то без учета то есть была проделана гигантская работа никто палецом палец чтобы взять вот долю вот допустим вот видите спасибо неизвестному автору он мне так помог вот вы видите вот он дом вот она кровать перечеркнута еще раз полюбуйтесь вот кровать перечеркнута нарисован вот и вот допустим такой разлом что нельзя было дом построить вдоль разлома а не поперек вот а сам я жил это было прям какое-то совпадение даже как будто не совпадение кто-то помогал с неба что вот этот звонок раздался что тайком показали вот вот третий микрорайон дом 7 его вот так вот это самое прям прям поперек его это его построили если считать что гипотогенную зону это разлом его построили как раз вот так вот поперек и построили проходит несколько лет и вдруг я слышу по телевизору дом разваливается он не все стоит но его скрепляли дом разваливается а я-то там прожил несколько лет у меня жил домовой мне почему-то кажется что домовые живут наверное это единейший случай выводы нельзя делать но я-то жил в гипотогенной зоне там неплохо жилось что там говорить вот домовой у меня на тресоле жил самый настоящий у меня отдельный рассказ я пускал его проявления как меня пугал гостей как он отрывал пуговищу женщин как он это самое детей пугал которые приходили и громко себя вели это в гости приходили вот все это было но самое главное это было то что действительно потом дом начал разваливаться вот что такое гипотогенную а люди людям какого там жить так близко их надо усилять немедленно но для этого надо взять и все теперь по новой а новой потому что кто сказал что это было а почему не обратили внимание на карту строители кто-то сказал да плевать нам на эту карту ну ну сделали гидрозисты деньги получили пусть и утрутся а мы садим будем так долго это самое вот я сейчас на всяких случаях может найду где-то что-то в голову не приходило извините разговаривался пусть будет 2-3 серии ну-ка допустим карта просто уже не гипотогенную зон а карта так са я ну а потом еще хитрее сделаем мы еще напишем к ой кар да старее карта написал кар та са я ну нет я с с улицами домами ну здесь конечно видно плохо какая-то должен быть какой-то порядок правильно вот и здесь меня всегда удивляло какое-то несколько хаотичное размещение какое-то странное здесь нет системы не то что какие-то помните радиальные дома Парижа или это самое вся везде где талант или прихоть допустим главного этого у нас все говорили что у нас такое объяснение что те годы 40 лет назад что архитектор был весь опьян что ли вот и такое рождалось вот такое вот вот и никакого связи с геопатогенными зонами а сейчас только сейчас мне мелькнуло я всегда заднего а если я напишу карта гео а вдруг она существует а вдруг она существует а вдруг она рассекречена публиция кадастровая а нету ее нету спутникова есть кадастрова есть нету ее вот карта геопатогенных зон с санкт-петербурга на территории города это санкт-петербург ряд тектонических нарушений называется а наиболее опасными являются зоны пересенья разлома пересенья разлома ну что я скажу и не найдено Савиногорск вот так вот в санкт-петербурге да и нет это все задним числом в санкт-петербурге тоже наверняка никто не палец о палец строили еще чуть ли не с Петра Первого а потом уже и сейчас наверное есть новостройки вот и если где-то пересекается то никто не собирается дома сносить людей выселять вот сколько я вам сегодня наговорил осталось сказать что я мог не успеть сказать мне для этого надо еще раз вернуться сюда вот 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 так вот да владение рамками владение рамками значит так сказал а говори бе где мои рамки что у меня это я еще не в руках держал нашел смотрите конечно и там видно видно что вот эти вот от шариков ручек чем они хороши вот эти вот смотрите их не то что что-то я вот сжимаю со всей страшной силы а благодаря шариковым этим футлярам их даже еще и удержать то надо настолько они чутки и чутки и я вам сейчас дам пару советов вот видите что делается не так то просто так вот надо научиться ими владеть каждому из вас почему от науки толку не будет про то что вы городские сумасшедшие уже подяли с точки зрения науки значит чтобы были горизонтальны тренироваться держать горизонтально не так ну можете не вашим наклонами иначе вообще не сможете удержать посмотрите какая у них чуткость а может вы не видите надо было выше вот теперь значит характер когда вы потом освоитесь вы будете знать что когда вот так вот будет вращаться наружу каждый из них значит вы попали в геопатогенную зону вот это хотя бы фильмы есть кто из вас там пишет я вышел эти фильмы уже готовые уже разжеванные просто почему я вынужден вернуться аварий четырех машин насколько можно а это только надо же ведь прям одно к другому цепляться это значит я с него получил команду подними тему еще раз вот она эта тема это обыкновенная когда-то они это сердечники от значит сварочных этих самых электродов сердечники оболочку даже отбили хорошенько ее заточили там наждачкой вот можно немножечко знаете это такой старые эти я сейчас еще еще одну тему скажу важнейшую вот внимание так вот это просто старый прием старых этих якобы лучше двигаются то есть как бы заряжается и тогда в руках они еще более четкие вот у нас проблем нет у нас я пробовал работать специально взял грубую грубую сейчас я найду нет грубая грубая я ее пока вот а вот они ну в принципе это в два раза толще электроды длиннее ну я уже марку забыл вот и такие в моих руках работают любые работы и так следующий момент заключается следующим каждый из нас должен иметь определенное биополе чем оболочка невидимая вокруг нашего организма тем меньше воздействия гепатогенных зон то есть кто-то без биополя пересекает гепатогенную зону и он уже врезался в свою встречную машину даже не понимая это факты миллионноразовые повторяются на науке не нужно вот мне надо будет видеть это обидное название что такое надо будет сочинять вот для этого надо иметь здоровье здоровье а повышенное от одного до трех метров это уже любого дачника у дачника вот обязательно оно прекрасное кто целыми днями в саду копается вот это чем у людей самое низкое это вот например электролизники вы знаете что такое электролизм вот это такое магнитное поле у вас в кармане шевелятся ключи вот так вот вот так вот значит лом тяжеленный невероятно значит это концу рабочего дня магнитное поле такой страшной силы концу рабочего дня я мерил десятки электролизников это я был специалистом по промышленной безопасности и никто мне не мешал ну некоторые с ухмылкой я ходил по кабинетам заставлял переставлять столы рабочие это случилось после того когда умерла молодая красивая девушка ну 30 лет вот секретарша моего начальника и уже после ее смерти рак крови я померил ее место рабочее это редчайший случай я буду всем показывать девчонки давайте а там служащих полсотни 100 человек только в цехе управления я же не говорю про завода управления вот и вот на ее месте я стою а рамка я стою а рамка вращается была жуть я сто процентов уверен была связь между этим раком крови от которого молодая святущая женщина умерла и ее рабочее место ну померивая ну пересадил несколько десяток девчонок ну то есть двумя девчонок вот и все вот это было но это все надо знать надо чтобы вы взяли в руки рамки друзья сами себя нашли это еще раз биополе оно у любого мужика есть все нормальные не опустившиеся уже метр будет хотя бы у многих два и три метра у многих особенно кто работает на природе в саду и так далее значит каждый пятый десятый это уже готово и почти и так и так как это самое танец живота знаете ноги ступни так же в коленках все это да не долго упомянуть на каждый у вас биополе становится на уровне экстрасенсов я приводил примеры ведь моя вот эта публикация привела меня к настоящим вселителям я видел вот фальшивые вселители они откажутся мерить биополе ни один не согласился а их сколько их развилось сразу после Кашпировского чумака они были в каждом городе а их кругом объявления я всегда знаете как это нарушено было или так вот берем фамилию Людмила да а я сейчас ну как вспоминаю сейчас я я так не умею задно пересчитать Лю Лю Мила а смотрю а я уже опытный я смотрю А Ли М Дюл Алим Дюл представляете экстрасенс у нас потомственный вот член международной как там было академии парапсихологов и дальше идет А Ли М Дюл я беру вот так вот а Людмила хе-хе Хе-хе-хе хе-хе-хе что творилось ужас Я уже говорил, может, я уже с этого момента отключусь, я самое главное не сказал. Но я, как вспоминаю, я был в члене небольшой, это было действительно, человек, секта, можно сказать, секта, просто моржей. Причем мы были моржи дикие, у нас не было никаких этих, как сейчас у моржей есть, и сауна, и раздевалка, и чай, и все, что хотите, кроме вот этих. А так то время мы на берегу раздевались, живой мороз, и плавали-плавали, у меня же фотографии доказательства. Вот она, я плавочек, а морда толстая, а улыбка какая, никакого страха. Половина нас пошло в целители, и давай по деревням дурить людей, а оздоравливать их с помощью, я всегда дурел вот это, потому что мне в голову не пришло. Я пробовал свои способности, у меня не только были, но, еще один момент, просто померить всех, это одно. Если я понял, возьмешь и лечить другого, потеряешь здоровье сам, тебя очередной больной высосит его, высосит, потому что есть люди, которые не способны высасывать АДЛ, я городскую службу, пускай, но я знаю, что говорю. Вот. Есть доноры, есть прописанты, так вот. Высосит у нас всю энергию, вы будете болеть всю жизнь. И я вам сейчас приведу положительный пример, хороший положительный пример. Долго я говорю, а на доказательстве идет хоть, а может я сам себе говорю. И это идет. Давайте тогда, знаете, как дело? Процесс остановлен, я почему-то боюсь. Процесс остановлен, я почему-то боюсь.